МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В СМИ министр МВД зачитали текст от контрразведки. Там считают, что это была диверсионная группа для уничтожения составов. Но уже год идет СВО, и пока все вооружения прекрасно доезжают до Украины. Что-то мы не слышали ни об одном взорванном эшелоне. Тем более всю основную технику перевозят морем, а не самолетами в Жешу, где якобы работала группа. И те же танки на платформах не везут, как у нас на учениях. Все маскируется под гражданские грузы. Если партия приходит в Польшу, ее рассредотачивают и мелкими группами перемещают по автодорогам, как на видео. При этом в Польше большое число своей американской бронетехники. Как ее отличить от украинской? И что камера на железной дороге даст в плане анализа? При этом польская контрразведка подчеркивает, что это была именно диверсионная группа. Тогда вопрос, сколько эшелонов эта группа могла опустить под откос. Например, когда была Курская дуга, и наши партизаны проводили операцию-концерт, в два этапа было взорвано 1800 эшелонов и 2000 км релиз. Вот это может повлиять на боевые действия, а шесть диверсантов, из которых двое студенты, это немножко другое. Поэтому очевидно, что Польша решает несколько задач. Возможно, хотят полностью закрыть с нами границу, поменять миграционную политику и готовят общественное мнение. Как было заявлено, к нам проникают шпионы из стран Востока. Вторая версия. Зачем-то хотят уменьшить перевозки военных грузов через Польшу. Каким-то соображением. Но в любом случае здесь важный момент. Это именно российско-белорусская шпионская группа. Только странно, что там еще не было в комплекте иранца и китайца. Какие судебные перспективы у этого дела? Они простые. Люди пойдут в обменный фонд. В Украине менять некого. Наших граждан там нет. Зато белорусы есть в Польше. И теперь их можно обменять, например, на украинского шпиона из Мачулич. Один к трём. А можно и на десятерых. Скорее всего, в польском суде дело развалится. Но в странах демократии, если доказательств мало, людей годами держат в СИЗО, продлевая следствие. Скорее всего, так будет и в этот раз. Опять же, если кто-то не понимает, именно для того через наши мигрантские структуры ведется учет. Кто что делает, у кого какие родители в Беларуси, какое образование и навыки. Кто какие сохранил связи. Поэтому, если ваш ребенок собрался в Польшу, вы должны знать, нравится вам власть или нет, но там он не будет иметь вообще никаких прав. Ему можно подкинуть патроны, наркотики, заставить работать на поляков, а можно выставить на торги для обмена, как шпиона. Вот девочка ходила на протесты. Была очислена журфака в 2020 году. Польские вузы принимали белорусов без экзаменов по квотам. Она уехала туда и теперь сидит в польской контрразведке. Скорее всего, платили за проживание в Польше родители, чтобы дочка получила европейский диплом. А теперь она получит миску с кашей в польском изоляторе. И это все в условиях, когда Беларусь не является стороной конфликта. А если здесь что-то начнется, всех наших и российских граждан там посадят в лагерь. Интересуйтесь, что было с японцами в США, во Вторую мировую. А чтобы глубже понимать подоплеку шпионского скандала, надо видеть, что происходит в Польше. Сегодня она поделена на два лагеря. Первая – это правящая партия, Дуды и Моровецкие, которая сегодня на слуху. Это скорее говорящие головы, а реальная власть у Ярослава Кочинского. Это серый кардинал, который вместе с американцами ориентирует Польшу на активную восточную политику. Здесь интерес американского ВПК, и вопрос польского контроля над Украиной, и, что самое важное, действия Польши против Германии. Американцы долго работали с Кочинскими. Раньше братьев было двое. Один, как вы знаете, погиб под Смоленском в катастрофе. Здесь сегодня в этом прямо обвиняют русских. Но если погибший Лех был яркой публичной фигурой, то его брат, наоборот, очень скрытный человек. Семьи у Ярослава Кочинского нет, женат он никогда не был, живет один, и ходят слухи о его ориентации. И это похоже на правду, потому что все лидеры, которые вышли из солидарности, включая руководителя профсоюза Валенсу, либо были под контролем спецслужб ПНР, либо на них имелся компромат. Они потому и становились лидерами, чтобы польская оппозиция была управляемой. И когда в 90-е рухнула ПНР, власть передали очень мягко. Никого не осудили, не убили. А власти в Польше в итоге оказались бывшие польские комсомольцы. Сегодня это польские олигархи. Ну, вот так устроена политика. Тем не менее, Кочинский – это хороший специалист, юрист по образованию, который работал и в польском парламенте, и в прокуратуре, был премьер-министром, а также курировал в правительстве силовой блок. Русских он ненавидит, как и немцев, и на этом построена идеология правящей партии. Но это далеко не вся Польша. Вторая линия – это оппозиция, которая, наоборот, ориентируется на Германию. Это партия «Гражданская платформа», бывший премьер Туск и нынешний мэр Варшавы – Часковский. Они считают, что сотрудничать надо с немцами, а с Россией как минимум не ссорятся. Война не даст Польше ничего хорошего. У них тоже есть сторонники. И если у правящей партии их примерно 34%, то у этих 26% по опросам на март этого года. То есть Польша расколота. И в такой ситуации польским спецслужбам довольно сложно работать. Да, сегодня они работают на правящую партию, но завтра власть может поменяться. И в польском аппарате есть разные силы. Кому-то скандал с белорусскими шпионами выгоден, а кому-то нет. Например, это вопрос о том, стоит ли поставлять через Польшу вооружение. Это большие риски, смотрите, у нас уже диверсанты появились. Может, кому-то надо остановить поставки или пустить их другим путем. Или наоборот, заработать на охране железных дорог, выбить средства. Война – это всегда большие деньги, за которые идет борьба. Но, так или иначе, обострение с Белоруссией – дело рук Качинского. Он принимал решения и по 2020 году, и по размещению белорусских мигрантов, и по закрытию границы. Поэтому, пока в Польше остается эта власть, ничего хорошего ждать не стоит. Но парламентские выборы уже в конце года, и поэтому надо ждать провокации и постоянного поиска врагов с Востока. А с вами был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательная политология». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова